Привет, друзья! Это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Ракенов. Поехали! Сэм Альтман, глава OpenAI, ранее выразил свою обеспокоенность по поводу нехватки процессоров мая 2023 года, назвав приобретение чипов приоритетной задачей. С 2020 года OpenAI использует генеративный искусственный интеллект на суперкомпьютере от Microsoft, работающем на 10 тысячах графических процессоров NVIDIA. Однако обслуживание ChGPT обходится дорого. Каждый запрос к боту стоит около 20 тенге, как утверждают аналитики Bernstein. По данным Semi Analysis, дневные затраты на ChGPT составляют для OpenAI около 700 миллионов долларов. Создание собственных чипов потребует от OpenAI инвестиций в размере сотен миллионов долларов в год, и, несмотря на это, успех не гарантирован. Для ускорения процесса OpenAI может приобрести производителя процессоров. По данным источника, компания рассматривала этот вариант и даже оценила потенциального кандидата для покупки, но конкретные детали не раскрываются. Тем временем, пока процесс покупки может занять годы, OpenAI будет вынуждена заказывать процессоры у других компаний, таких как NVIDIA и AMD. Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo в эту пятницу совершил успешную посадку после четвертого по счету коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic. Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика White Knight 2, который поднялся с космопорта Америка в штате Нью-Мексико 6 октября в 11 часов 40 минут по времени восточного побережья США. Экипаж корабля Unity на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего он начал снижение. В 12.43 аппарат произвел посадку в космопорте в штате Нью-Мексико. Это пятый запуск, произведенный Virgin Galactic в 2023 году, четвертый коммерческий запуск и девятый полет аппарата Unity в целом. В дальнейшем Virgin Galactic планирует ежемесячно осуществлять полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту. Космический телескоп Hubble зафиксировал редкое и малоизученное событие – быстрый синий оптический переход процесс LFBOT. В отличие от предыдущих подобных взрывов, вспышка AT-2023FHN произошла вдали от галактик. Наблюдение ставит под сомнение то немногое, что астрономы знали о подобных событиях. LFBOT – одно из самых ярких известных событий излучения в оптическом диапазоне во Вселенной. Эти события напоминают взрывы сверхновых и гамма-всплески, но разгоняются и затухают быстрее, а их свет смещен в синюю часть спектра. LFBOT напоминает срабатывание вспышки, которое на короткий миг освещает пространство ярким светом. Первый LFBOT был обнаружен в 2018 году, и таких явлений известно всего несколько. Все предыдущие были найдены внутри галактик, где происходит рождение звезд. Однако последний найденный взрыв, получивший название Финч, был обнаружен между двумя соседними галактиками. Это вызвало множество вопросов у астрономов. Исследователи сосредоточили внимание на двух возможных версиях произошедшего. Одна из них заключается в том, что Финч – это вспышка света, вызванная разрывом звезды черной дырой средней массы, в сотни или несколько тысяч раз превышающей массу Солнца. Считается, что черные дыры средней массы находятся в ядрах некоторых шаровых звездных скоплений, которые скрываются на окраинах галактик. В качестве другой версии Финч мог быть килоновой, результатом столкновения двух нейтронных звезд или иногда нейтронной звезды и черной дыры. В будущем ученые планируют использовать мощную оптику космического телескопа James Webb для поиска подобных скоплений в том же месте, где находится Финч. Финч.